Здравствуйте, дорогие друзья, меня зовут Алексей Душка, я журналист, сегодня у меня в гостях Александр Алферов, историк, кандидат исторических наук, научный сотрудник Института Истории Украины и автор более ста статей книг. Здравствуйте, Александр. Доброе здоровье, Алексей. Давайте сегодня поговорим с вами на такие темы, как смерть Путина и уроки истории, во что Путин превратил Россию и почему за последнее время есть хуже примеры, чем даже потерять Аляску. Вот так вот, да, в каких-то таких исторических моментах мы с вами поговорим, но для начала давайте ответим на вопросы от наших зрителей, напоминаю, что это блиц интервью, короткие вопросы, короткие ответы. Итак, вопрос первый, который интересует зрителей. Самое важное, по вашему мнению, историческое событие нынешнего года? Это соблюдение Херсона. В российских учебниках по истории как будет называться глава о Путине? Скажет, что это был тоталитарный режим. Извините, мы ошиблись. Такое часто с Россией бывало, с Московией, но в этот раз их ошибка будет стоить им распада государства. И, скорее всего, в каком-то учебнике будет это написано, как освобождение тоталитарного режима Путина. В каком-то другом учебнике будет написано распад российского государства от тоталитарного путинского правления. Поэтому все очень зависит от того, где и в какой стране на остатках Российской Федерации это будет написано. В тех же учебниках по истории напишут, что Россия проиграла Украине или придумают информацию, иную формулировку? Нет, конечно, никогда не напишут, что проиграли. В целом, Московия никогда не проигрывала войн. Это тот тезис, который они абсолютно всегда озвучивают. Проигранных войн нет. И даже тогда, когда они должны были идти на очень унизительные договоренности, когда они проиграли Крым и должны были после Крымской войны удалить флот, когда они проиграли Японию маленькую войну. Но всегда они говорят, что это победа. А это была запланированная спецоперация, чтобы мы развалились, и Путин перестал бы президента. Мы это все знаем. Это обычная история для этих маленьких детей. Ну, россияне по поведению свои маленькие дети. Наверное, по уму и по эмоциям, которые могут очень сильно в один момент разозлиться и взять палку и кинуть кого-то, не думая об этом. Ну, и в другом они тоже дети. Детская психика, я думаю, тут абсолютно это все сказывается от тех малых народов, которые они покорили, и от тех народов, на которых они сами возникли, финно-уборские. То есть, какие себе дети с ядерным оружием. Тут обманывают, тут давят, тут пускают слезу, тут пытаются о чем-то договориться, но не выходят. Дума разрешила подписывать контракты сразу после школы. Это будет Путлер-Югент? Ну, они уже сделали этот Путлер-Югент, потому что у них сейчас есть такое понятие, как юн-армия. И давайте просто поймем, что в эту юн-армию берут детей, и заметьте название, ведь это не бойскауты, это даже не пионерия, такая организация, которая пользовалась огромнейшей популярностью, а это юн-армия, юнная армия. То есть, у этих детей, которые вступили в эту юн-армию, в этот новый Путин-Югент, уже есть предназначение, что когда они перестанут быть юными, они вступят в взрос-армию. Как-нибудь вот так вот. Поэтому то, что сейчас можно подписывать после школы, это, естественно, все череда одних событий, связанных с архитектурой построения новой российской армии, связанной с как можно более вовлечением людей в, собственно, в будущую войну. Кто, по вашему мнению, сыграет самую важную роль в этой войне? Назовите нам человека или организацию. Украинский солдат рядовой. Путин доживет до поражения? Нет, не доживет. Как закончится его жизнь? Путин будет устранен. Скажет, что заболел, скажет, что где-то пропал. Он на самом деле будет убит. Как, собственно, были убиты все его предшественники, начиная от детей Ивана Грозного. И в этом есть исторический, собственно, концепт их государства. Давайте теперь перейдем к вопросам, о которых я рассказал в начале нашего интервью. И вот следующая такая тема. Смерть Путина и уроки истории. Вот есть такая аналогия. Все очень часто сравнивают Путина с Гитлером. И когда стало понятно, что Гитлер проиграет войну, с ним уже никто не хотел вести переговоры. Это вот очень важно. Как вы считаете, у Путина вот настал уже этот момент, когда с ним уже никто не хочет говорить? Или у него еще есть шанс, чтобы уйти от поражения, чтобы спасти себе жизнь, не знаю, еще там что-нибудь? На самом деле у Путина еще есть огромное количество запаса времени для ведения переговоров. Он понимает, что его уже ограничили во многих странах. Но при этом давайте не забывать, что все-таки поездки связаны с Китаем. И плюс попытки обработки африканских стран лавровым. Плюс мы говорим о Южной Америке. То есть еще есть выход на ряд каких-то государств третьего мира. Плюс третьего мира, да. И плюс Китай. Государства, которые, конечно же, заинтересованы в изменении экономической ситуации, экономико-политической ситуации в мире. И поэтому, конечно, они идут на разговоры с Путиным. Конечно, сейчас уже случилась ситуация с Международным криминальным судом, когда Путин становится все более нерукоподаваемый. И вот это очень важная информация, что он может звонить, может разговаривать, но на публичных встречах этот президент уже нерукоподаваемый. То есть на общих фотографиях, скорее всего, будет избегать. Как-то садиться с ним, либо здороваться будут избегать. И вот это уже, в принципе, говорит о том, что он уже не в круге людей, которые решают политику в этом мире. То есть его начинают изолировать. И, скорее всего, вот эта изоляция приведет к тому, что он каким-то странным образом исчезнет. По болезни, по ошибке. Сейчас такой период, когда этот человек воюет сам против всех. И нужно понимать, что его личное поражение он не допустит. Поэтому, конечно же, изоляция, она идет эволюционная. И мне кажется, что в этой изоляции он уже понимает, что на это смотрит, обращает внимание его окружение. И плюс, знаете, если бы эта изоляция произошла резко, то это бы напоминало бы, как ведро с помоем и вылили на голову всего камина их правительства. А тут за ним следят его же личные помощники и видят, что постепенно, постепенно он его пытается угореть, но он не реагирует ни на какие посылы внешние и идет на конфликт. Поэтому вот это для нас самое важное, что его окружение видит эволюцию предложений и отказов от них. Поэтому вот на этом нужно останавливаться и говорить, вот это хорошо. Во что превратил Путин Россию? Вот с точки зрения историка, да? Это больше похоже на какую-то там нацистскую Германию, сталинский совок, вообще на какую-то страну времен рабовладельцев. Он забрал шанс у Российской Федерации еще чуть-чуть пожить. Вот это ключевое. Потому что нам нужно понимать, что даже если бы был не Путин, при власти все равно Россия напала. Но просто чуть-чуть позже. Напала не потому, что она желает унитазы или стиральные машины украсть. Нет, просто Российская Федерация – это последняя Европейская империя, и империи должны жить так, как они живут сейчас. То есть через нападение, через тоталитарную систему. Все империи распадаются, Россия только не распадается долгое время. То есть она распадается, точнее, и консервируется. Какие-то маленькие территории отходят, ну, по сравнению с Россией. То есть в 1917 году Польша, Финляндия, страны Балтии отошли. Украина хотела дойти, не дали. Законсервировались в совке. От совок распался. От РСФСР отошло 14 республик. Но не отошли Чечня, даже Дагестан, не отошли татары, не отошли. Законсервировались в РФ. То есть сейчас РФ тоже распадется. Путин, собственно, Российская Федерация должна воевать, чтобы не распасться. Это закон для нее. Это единственный шанс на выживание, воевать. Потому что, когда страна воюет, люди не спрашивают, очень многих вопросов не поднимают. И дагестанец не спрашивает, почему он воюет во второй армии мира так званой. Но почему его мусульманина поливает православной водой. Почему у него дагестанца любимый поэт Пушкин должен быть. Почему у него дагестанца дети разговаривают с ним на одном языке дома, а дети учат на русском языке математику, химию, ту же историю. Вот такие вещи они все-таки разлагают страну. Поэтому нужно к ним относиться с особенным вниманием. И понимать, что сейчас мы все-таки делаем все, чтобы не только выйти на границу 1991 года, но и все, чтобы эта страна развалилась. Вот Путин, кроме того, что ведет страну к развалу, он сначала вернул ее на несколько сотен лет назад. Он практически закрыл окно в Европу. Если так это называть. Сначала было окно в Европу, теперь его не стало. Кто-нибудь из российских царей сделал же столько, для того, чтобы унизить Россию в дипломатическом плане и сделать ее изгоем, как это сделал Путин? Или были все-таки такие уникумы? Такие уникумы были. И первый из них, это, наверное, посмешище мирового характера. Это Петр Первый, такой чудный российский, московский царек, который под видом какого-то работяги путешествовал Европой, да, и всех развлекал тем, что все понимали, что это московский царь, а он говорит, что нет-нет, я там мещанин такой-то. Это было потешно. Потешно было правление, женское правление в 19 веке, когда европейцы увидели это, и они чуть-чуть не понимали, почему правят одна с другой четыре императрицы. А за более чем полвека ни одной женщины в принятии решений не участвовали, кроме там Дашковой, которая была научным работником. Потом нужно отметить, что, наверное, смеялись с российских императоров последних годов, с Александра Третьего, ну, потому что это мужланы в шинели, вот такие, что-то очень недалекое и ни о чем. Но более всего, конечно же, смеялись со Сталина, вот, даже не смеялись, а вот Сталин, наверное, перепрыгнул вот все эти злодеяния Путина, потому что человек, который, ну, давайте говорить о том, что... Ведь это смешно, когда Сталин делит с Гитлером Европу, а потом Сталин просит помощь от Гитлера. Вот мы же до конца не понимаем реакции политиков европейских, когда вот началась советско-немецкая война. Я думаю, что Путин будет забыть, потому что он все-таки человек, который диктат производил без какой-то этики, эстетики. И на самом деле, то есть он не дотягивает ни до Гитлера, ни до Сталина. Это просто очень маленький, злобный человечек, который привал на всех, который пытался говорить что-то умное. На самом деле, все понимают, что Путин всегда брешет, что его слова ничем не доказаны. Поэтому он не самый худший, но и не самый лучший из этих вот негодяев. Сколько нужно будет вот стране России, ну или то, что от нее останется, часть, которая будет наследником России, для того, чтобы восстановиться после таких вот провалов исторических? Это хороший вопрос. Нужно все-таки просчитать, что это будет, наверное, на второе, на третье поколение. Скорее всего, на третье поколение. Это закон природы. То есть мы можем посмотреть, что случилось с немцами после 45-го года. Мы можем посмотреть на классическую фразу о том, что Моисей водил народ Израиля в 40 лет. Это те же два поколения. То есть два поколения. Это та граница, которой будет достаточно, чтобы перейти вот от того зла, который они совершали, и забыть его полностью. Ну, скорее всего, тут в двух поколениях не справишься, потому что придется все-таки брать какие-то еще меры более другие перевоспитанию. Потому что два поколения для россиян очень мало. Вот смотрите, а можно я вот втручусь как это по-русски? Ну, вы понимаете. Все говорят о том, что Россию нужно перевоспитать, что вот нужно народ перевоспитать, мышление переделать. А как это сделать? Ну что, взять ремень и ходить каждому там по жопе бить? Да нет, по жопе бить не надо, но нужно понимать, что действительно этих рецептов не существует, потому что россияне-то не европейцы, и в целом они только ведут себя как европейцы в некоторой части. Но чтобы их перевоспитать, нужна совершенно другая система, и европейцы тут, к сожалению, не смогут помочь. Для перевоспитания россиян нужно иметь сильную власть в самой России, которая скажет, перестаньте быть быдлом, перестаньте быть рабами, вы свободные люди. Вот я всегда помню, как 1861 год, когда в России крепостную систему упразднили, и плакали украинцы, и плакали россияне. Украинцы плакали, потому что наконец-то свобода. Всего-то 80 лет было крепостное право, но наконец-то пришла свобода. Россияне плакали, потому что у них убрали... систему. И они на коленях плакали, прося у барина, помещиков, вернуть их обратно в это крепостное рабство. И видите, в чем такая основная суть? Перевоспитать-то можно человека, какой-то малый коллектив, но народ очень сложный. Поэтому, скорее всего, если мы говорим о Российской Федерации, то ее будущее будет отделение этих стран небольших, мусульманских, которые имеют свою идеологическую подготовку. А вот с теми россиянами, которые останутся в какой-то России условной, то тут нужно, естественно, исходить вновь из начальства. То есть должно быть какое-то начальство, которое скажет, «Все, живите нормально, перестаньте быть рабами, перестаньте быть нищими, перестаньте быть людьми, которые бляшут». Хорошо, а в России такое возможно? Кто готов прийти и сказать, когда можно дальше сказать, «Ребята, будьте рабами, а я дальше буду газ, нефть продавать, и вообще чихал я на вас?» В том-то и дело, что это сложный вопрос, потому что ведь даже говорю, что не Путин виноват в том, что вот Путин виноват, но был бы другой Путин, тоже началась бы война с Украиной, потому что это само общество, которое просит этой войны, которое нуждается в этой войне, которое поддерживает, потому что не будет такой войны, их государство будет распадаться. Поэтому кто будет там вместо Путина, непонятно. Но естественно, что то, что я говорил о каком-то человеке, который будет говорить, «Перестаньте быть рабами», это утопия. Утопия, потому что их необщество требует от тебя помещика. Как оно потом в дальнейшем будет действовать, непонятно, но перевоспитывать – это очень неблагоприятный вообще процесс, потому что тех же немцев перевоспитали в очень грубый способ. Я напомню, что каждый немец прошел через раскопанные могилы людей, которые были расстреляны. Это были от маленького до большого. То есть их делали вот так в стрессовом ситуации. Сейчас ли такая стрессовая ситуация возможна? Ну, конечно же, всякие международные общества скажут, что это невозможно. Поэтому вот как нужно сделать так, чтобы народ получил стресс, который им все-таки исправить психологию мысли насчет войны, насчет того, что нужно завоевать этих хохлов, там, укром и тому подобное. Как-то стресс организовать. Ну, это, наверное, вопрос более к людям, которые могут, наверное, не к историкам. Хорошо. Давайте ответим на следующий вопрос. Тему я заглавил. Это хуже, чем продать Аляску. Вот все там в России кричат, что вот там царь такой-то продал Аляску. Все это очень плохо. Но никто не замечает, что Путин потихоньку продает Россию Китаю. Не замечают потому. Почему? Потому что это невыгодно? Или потому что не понимают, что происходит? Во-первых, сразу отмечу, что все эти сказки про то, что там не пяди русской земли. Вот Аляска – это абсолютно яркий пример, что не пяди русской земли – это взять и продать Аляску всеми людьми, строениями, архивами, которые там были, собаками, не знаю, котами домашними. Просто взять и продать. Потому что были финансовые проблемы. И вот когда смотришь на эту Аляску, понимаешь, вот слово не пяди русской земли звучит для тебя теперь по-другому. Что на самом деле им пофиг на все, что они говорят. Как им пофиг на то, что была Пасха, а они стреляли ракетами. Естественно, отвечая на ваш вопрос, они понимают, политики понимают, что Китай наступает. Сейчас на Дальнем Востоке, при Амурье, китайцы в некоторых населенных пунктах уже, скажем так, являют большинство. Хотя у них фамилии не китайские уже. Это какие-то Поповы, Сунь-Жи Попов, Лим-Хунь Михайлов. Китайцы приселяются к тем вдовам, которых мужья спились, умерли. и русские женщины с удовольствием будут китайцев замуж за себя, потому что он не пьет, он ее не бьет, и он зарабатывает деньги. Вот он работает. И сейчас это парадокс интереснейший, потому что россияне об этом молчат и, конечно же, не говорят, но у Китая есть огромнейший интерес на премьерскую территорию, которую они уже, по сути, начинают колонизировать тихую. Почему тогда вот продажа Аляски считается предательством, а вот раздачи земель нет? Аляска – это постыдное целое явление для российской истории, московской истории, которое нельзя объяснить. Но оно объясняется очень просто. Вот эти 7 миллионов долларов – это цена Аляски, которые нужны были России, потому что она не смогла экономически вывести проигрыш в крымской кампании, в крымской войне. И поражение в крымской войне повлекло к тому, что экономика падала, 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 пока они не начали продавать себя рубашку, как говорится. И когда об Аляске в целом говорят, то мы помним мифы, что там проиграли в карты Аляску, нет, ничего подобного, за копейки продали. Ну вот те вот миллионы долларов, это совершенно не копейки. Хочу сказать, что, ну, наверное, машина стоила на начало 20 века 100 долларов. Это была огромная огромнейшая цена. И вот просто умножаем коэффициент, это понимаем, что территория была продана за огромнейшие деньги Соединенным Штатам Америки и продана в результате экономического коллапса, который Россия получила в результате санкций, современным языком, в результате санкций и выигрыша в Крымской войне. Возможно, Россия что-то сейчас продаст. Да. Например? После поражения Украины она может продать Курильские островы, например, свою часть. У них есть Кейнсберг, да, Калининград, на который претендует в том числе и поляки, и немцы. Вот. То есть у них есть такие территории. У них есть часть Осетии, да. У них очень много что есть. То есть мы должны понимать, что Москва не эти земли все, она их считает, ну, так, какими-то полусвоими. Ну, конечно же, идет речь о, скорее всего, об отдаче в аренду на долгий срок. Земель на северном востоке и там уже есть и Япония рядом, и Китай. Отмечу, что Владивосток уже по сути оторван экономически, логистически от России. Хотя тут тоже нужно сказать, что в целом вся Россия как страна, она имеет три центра, которые отделены друг от друга логистически, экономически и держатся лишь политически. То есть европейская часть, центральная, сибирская и дальневосточная. Дальневосточная часть Российской Федерации это уже что-то очень свое, где присутствует в огромном числе бизнес японский, китайский, американский. И вот эта территория конечно же может быть отделена, они даже не вспомнят в Москве. А кто устроит эту распродажу? Путин еще успеет или уже кто-то будет вместо него подписывать документы? Путин уже ничего не будет подписывать скорее всего. И мы даже не увидим подпись его под поражением, под актом капитуляции. Мы должны понимать, что когда после Первой Мировой войны была создана Лига Наций, которая должна была удержать мир, чтобы не было Второй Мировой войны, она не справилась. Уже когда Гитлер был не рукопожаем, подаваемый, союзники начали делать новую организацию, которая после победы в Второй Мировой войне начала называться Организация Объединенных Наций, которая в свою очередь делала все, чтобы не было Третьей Мировой войны. Но прошли времена рыцарей с открытыми забралами, Путин войны нам не объявлял, весь мир просто в шоке от его казуистики юридической на международном уровне, это идет специальная военная операция уже более года, и поэтому весь мир понимает, что это гибридность, поэтому Путин не будет ничего подписывать именно из-за этой гибридности, первое, второе, скорее всего он просто не доживет до момента, когда что-то Россия будет подписывать от имени проигравшей страны. Давайте тогда поговорим еще о таком моменте, вот вы уже не раз сегодня упоминали, что непобедимая российская армия это большой миф. Я так понимаю, что даже не один раз Россия проигрывала Крым, и что это приводило в дальнейшем к поражению, к большой войне, потерям в ней. Сколько раз вообще происходило, что Россия теряла Крым? Ну, скажем так, она его обрела совсем недавно, в конце 18 века. После этого Крым отходил в 1850-е годы, когда, собственно, началась Крымская война, и франко-английская армия высадилась в Крыму, вот это осада Севастополя, и тогда Россия проиграла очень позорно эту войну. Сам Крым это территория, да, нужно было понимать, что после Крымского поражения Россия запретили иметь Черноморский флот военный, и Крым стал таким вот зоной уже коммерции абсолютной, куда были дозволены проходить всем. Если мы говорим о Крыме, то еще 41-й год, конечно же, это осада Крыма с Севастополя немецкими войсками. В целом, если мы вспомним историю с этими городами-героями, которые есть, такая идеологема, то Севастополь город-герой, но Севастополь дважды был в обороне, дважды его русские сдавали. Для них это разменная монета, то есть им без разницы, что там могут жить их люди, могут не жить. Это все разменная монета. Для россиян нету понятия город-герой, нету понятия в целом героя. У них самый главный герой это памятник неизвестному солдату. Даже я хотел бы отметить, что такое понятие, как Москва город-герой, Ленинград город-герой, вспомните Брест. Брест не город-герой. Крепость Брест герой. Вот так же с Севастополем и с Крымом в целом. С конца XVIII века Крым отходил от России дважды. Это времена Украинской Народной Республики, когда Крым был наш. И это время немецкой оккупации. Ну и третий раз уже составил независимую Украину, он, конечно, был снова с Украиной. Хотя по сути Крым как какой-то оборонный объект, он никогда не был выгоден и никогда стратегически не представлял никаких целей. Он очень, точнее, даже невыгодный. Давайте ответим на второй блиц от наших зрителей. Напоминаю, что короткие вопросы, короткие ответы. Проверка Тихоокеанского флота, это готовность к войне с Японией или причины другие? Это мускулы, которыми всегда играются. Нужно сказать, что Япония через по своим планам, мне кажется, через 10 лет должна иметь флот на Тихоокеанском регионе, который будет больше, чем у другой любой страны. Поэтому сейчас играют мышцами ничего больше. Россия сейчас может физически защитить все свои границы, если вдруг она кому-то понадобится? Нет, Россия не может физически защитить все свои границы. Это страна мыльная, мыльный пузырь. Запад уже не боится России, как раньше? Боится только ядерного оружия. В другом России не представляет никаких угроз. Российский обыватель ближе к восточной культуре или все-таки к западной, если касаться истории? Это всегда восточная культура, даже если он одевает спортивный костюм европейский, ест ножом вилкой, то это не помогает. Он всегда азиат. А что не устраивает россиянина в цивилизации западной? Потому что это цивилизация, которая есть прогнивающая, которая принесла зло в Россию. И с театрами приходят постановки про свободу. Поэтому и постановки театра это зло. Для России запад это всегда прогнивающая институция, которая приносит исключительно им зло. С воздухом свободы, с демократизацией. Поэтому коллективный запад это один из наибольших врагов России. Какой сценарий проигрыша для России будет лучшим? Это устранение Путина, моментальное переобувание верхушки. И, конечно же, тогда еще есть возможность, что политические элиты России сохранят себя, а с этим и сохранят какую-то часть своей государственности. Ну, посмотрим, что будет. Важно это победа. И важна победа Украины с максимальным количеством, с минимальным количеством наших жертв и максимальным количеством жертв врага, чтобы им неповадно было. Александр, большое спасибо за сегодняшнее интервью, интересная аналитика, хорошего вам дня и наблажаемую перемогу Украины. Разом. Дякую. Сейчас ты.